В Карагандинской области за преступления экстремистской направленности отбывают наказание 9 заключенных. 7 мужчин и 2 женщины возвращены в Казахстан и Сирию в рамках гуманитарной операции ЖУСАН. Марина Золотарева побывала в закрытом учреждении и выяснила, как работают с осужденными специалисты, чтобы нетрадиционная религиозная идеология не распространялась за колючей проволокой. Ты должен по-любому воевать. Потом, потому что там публичные казни постоянно были. 25-летний Николай Лазаренко за участие в деятельности террористической группы получил 8-летний срок. В 2016 году житель Садпаева отправился воевать в Сирию и вернулся в Казахстан благодаря спецоперации ЖУСАН. Реальность, которую обеспечили экстремисты, сильно отличалась от проповедей, говорит Николай. Что говорили в видео, в ютубах, в лекциях, различные проповедники, что там не соответствовало все это. Там свои структуры в этой группировке, свои спецслужбы, которые работают над этим, чтобы оттуда не убегали. Одна из главных причин в том, что люди не обращаются к официальным источникам, к специалистам. Я уже вернувшись сюда, тоже здесь с профессионалами, с специалистами работал по религии, по психологии. Для заражения человека экстремистской идеологией у вербочеков целый арсенал методик. Чаще всего агитации поддается молодежь. Потом требуются годы, чтобы очистить их сознание от радикальной шелухи, говорят эксперты. В пяти исправительных учреждениях работают с 20 осужденными. Из них пять человек, прибывшие из Сирии по операции ЖУСА. Работаем с ними индивидуально. Среди них есть граждане, которые приняли свою традиционную религию. И есть те, кто до сих пор находится на реабилитации. С такими осужденными работа ведется постоянно. К теологам и представителям духовенства активно подключаются и психологи. Специалисты делают все возможное, чтобы пострадавших от деструктивных течений вернуть в общество.